Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю за Джоу, греко-монгольскую цивилизацию знакомиться с Humankind. Если вы пропустили первую серию, то лучше перейти к ней. Так, вот тут у нас и сирийцы еще бегают, надо бы их как-то таки словить. В общем, я подумал, что я особо не хочу этих Маурия делать своими вассалами. Их тоже хочу поработить, как и бывших Готов. В общем, надо с ними воевать будет. Только я вот не очень все-таки понимаю эту систему с войной. Видите, насколько у меня мало хочется войны и как много им хочется. Видимо, я тут что-то... Ну, у нас есть кризис, я могу от него отказаться, да? И, возможно... А, слушайте, больше не будет... Так, их требования, кстати, увеличивают... Вот почему у них так увеличивается это желание войны. Если я откажусь, они, возможно, мне сразу войну объявят. Надо бы... Видите, тут мой аванпост стоит. Надо бы юниты туда переводить. Но проблема в том, что у них уже есть слоны. Смотрите, слоны 30 силы. Причем они стреляющие, на 6 клеток бегают. Правда, во всем остальном... Мне кажется, у них слабовата армия. Кто у меня здесь есть? Так, у этих ребят 29 силы. Кроме того, у меня тут и кишек... Давайте, наверное, откажемся, чтобы у них больше не на... Рефьюз. Причем. Наоборот, у них повысилось... Блин, он... Нон-агрессив пакт. Это очень... Слушайте, может объявлять ему войну. Смотрите, как у них... Ну, с другой стороны, они меня тогда сами, наверное, войну объявят. Ладно, давайте пока юниты сюда подводить. У нас явно где-то здесь будет столкновение. Наших кишек-тенов. Я их, извините, по привычке с... Сцилы кишеками называю. Так, надо вот как-то здесь концентрировать. Может, сразу войну уже объявить, я не знаю. То есть это вот то, что им не нравится, я так понимаю. У нас разные религии. Мы что-то сделали, что их торговый путь разрушился. Ну, это понятно к этим... К зеленым. Мы забрали себе территорию, которая к их территории примыкает. Ну, короче. И у нас... И что-то очень много влияния их религии, я так понимаю. Ладно, я бы этот ход еще просто войска бы подвел. Так, почему не объединяется? Должен объединяться, вроде. Так. В городах зеленого можно начинать строительство. Виноварис, конечно, фиговый город. Зря я его... Ну, мне надо было проверить просто, как оно работает. На самом деле, вообще, какой-то беспонтовый. Ну, давайте еще проведем пир. Так, через 10 ходов с амбара начнем. Или тут уже есть? А, тут уже есть амбар. Хм... Какие тут районы будут крутые? 8 еды, 2 стабильности. 8 производства. Нет, деньги фиговые. На науку 9 науки вот здесь. Давайте, наверное, с еды начну. Вот сюда, правда, видите, там, где научный... Ну... Блин, даже не знаю. Даже не знаю. Ну, научный, на самом деле, вот здесь будут хорошие потом. Ладно, поставлю этот на еду. Какие тут руины очистить? Нет, давайте, вот, ресурс добывать. Странно, не могу понять, почему не объединяются... Типа, я понимаю, что это разные... А, слушайте, может, монгольские орды ни с кем не объединяются? Может, разные типы... Ну, то есть, они разные типы, но вообще разные типы в одну армию объединяются. Вот, например. Так бы, без проблем. Может, монгольские орды могут только вместе быть в одной армии? И никаких других? Да, статуя Зевса. Построено. Сорок две стабильности? Вообще зашибись. Так, ну, я бы объявил войну, наверное, этим ребятам. Что, слишком у них большое. Правда, у меня, наверное... А-а-а, у меня нехватка. Смотрите, я не могу объявить войну, пока до половины хотя бы не дойдет. Прикол. Ну что, ждем, пока они объявят мне войну. Хотя я могу... Видите, сюрпризную войну, тогда я буду предателем. Пока у вас есть этот бэдж... Вот мне бы про это кто объяснил. Так, пока у вас есть этот бэдж, ваши оппоненты теряют больше. Когда вы грабите или бомбардируете их здание. И это зависит от уровня бэджа. У нас посол уходит из империи. Империи не уважают границы, это понятно. Все договора о торговле отменяются. Но это все понятно. У нас, по-моему, даже и нету с ним никакой торговли. В общем-то, и не хочу. Я думаю, что надо объявлять. В общем-то, меня его... Слоники... Беспокой. Видите, как сразу... Какое... То есть, мне надо сейчас... Блин, слушайте, так это не очень. Мне сейчас надо что-то... Хоть что-то доубить, видимо, у него. Поехали! так тут он везде отступает вот это меня вообще очень раздражает что видите сразу отменяются движение всех юнитов почему-то так давайте этого вылечен и от понизилась желание чем ну не уменьшается так сильно так давайте сюда и это и нападем подъедет он будет как бы находиться в армии тогда я думаю у нас повыше будет до танцы на победу кэш какой-то тяжелый проход такой ну что здесь произойдет битва все-таки прикол дугайте будет интересно потому что очень у меня ж не было авто битвы блин еще уничтожили сети наш не стояла авто битва плюс 18 но минус 12 11 территории под влиянием оппонента прикиньте о у нас тут кишек тена еще класс сразу намного меньше желания воевать давайте может этот будем строить всеми городами что интересно дает видите мы чудеса еще раз кто не видел тут чудеса можно объединять усилия плюс 25 желание войны а плюс 25 к желанию войны когда идет война слушай так это вообще мне обязательно что надо построить и никто кроме меня кстати не может ее сейчас строить потому что это эти ребята себе загробастали кстати мне вот непонятно а как ну вот я у них покупаю ресурсы а у меня вообще кто-нибудь покупает то есть у меня например 5 ресурсов красителей как бы их у меня как-то будут покупать и как это вообще тут такое ощущение что как бы мы не получаем эти ресурсы мы просто покупаем и все что это за за что звездочку получили за количество жителей похоже да за количество жителей а суд к этой к этой третьей звездочки стремимся тут ко второй ну скажи кстати скоро и за культуру получим я думаю так следим за коричневыми за какашками этими куда они тут но серьезно ты хочешь за подойти победа без шансов минус 8 за поражение в битве минус 5 за урон нанесенный моим районом интересно где это так тут какое-то событие происходит расцвет верования религиозные чувства сильны по всей империи и это ну предотвращает возникновение разогласий внутри веры великие города оказываются под власти божественных и религиозных лидеров каждый из которых своими глазами видит смотрит на обычные вещи раз разными глазами скорее каждый год появляются новые религиозные ордена их влияние растет что делать с этими группами значит у нас либо оказать влияние либо возглавить либо убрать их значит это фанатичность плюс 25 процентов веры на десять ходов толерантность плюс пять веры на десять ходов тут тоже фанатичность давайте возглавим но это это ведет по пути к традиции это геополитики и это автократии блин слушайте давайте глянем что нам выгоднее геополитика точно нет ну вот традиция да традиция норм а вот где у нас тут грабят я смотрю я понял победили вот только я спросил торгуют ли кто-то со мной вот уже два два соглашения со мной тут видимо не показывает то есть кто-то покупает вот этот ресурс очевидно так еще и возглавлю я о я наконец могу принципы веры для шаманизма джоу выбрать это уже кто-то взял нубийский политеизм это взял ну то есть некоторые верования уже из первого уровня взяты так плюс десять науки на территориях под религиозным влиянием и плюс один количество святых мест это стабильность давайте наверное можно плюс пять влияний на территориях под религиозным влиянием вот или плюс одно плюс одно не давайте вот влияние я хочу взять могу еще одно святое место построить как я понимаю ну с этим надо разбираться пока я тут не очень это врубаюсь как это все работает так тут мы пожалуй идем дальше по дороге я хочу один из городов о здравствуйте так а вот тут какой то наверное это это аванпост это аванпост так так дальше эти парни к слону бегут а стоп это у нас уже была битва только что да давайте мы наверное начнем вот тут грабить уже блин сто девяносто восемь я сразу еще кишик тена взял зашибись конечно вообще ужас это какой то ужас а с юнитами пока многое непонятно но я думаю постепенно мы будем в этом разбираться ну и с войной как бы вот это желание и нежелание это надо точные цифры знать на самом деле так мы что поможем с запретным дворцом наверное поможем потому что плюс 25 к желанию войны это согласитесь очень хороший бонус так 4 хода это никак не влияет тогда здесь продолжим науку развивать так 5 науки 5 науки 5 науки 9 так поставим так поставим так поставим тоже грабят меня тут все шафран что ли мой грабят сволочи но у них желание войны очень очень резко упало так значит я придумал у меня такая тема я просто вот так пытаюсь окружить их и когда полностью окружен можно нападать окей ему просто некуда деться и он теряет армию а да блин все равно смог убежать а как же зоны контроля тут были показаны а блин мне вот тут надо было стоять е-мое немножко ошибся тут кстати у меня как раз пикинеры против слонов очень в тему не ни одного убил нельзя почему авто не автобой происходит хотя стоит не автобой смайл у меня вообще отличное отношение какое-то мелкое событие требует вашего внимания но что именно непонятно мне кстати надо начать у него тоже грабить потому что у меня как раз способность повышающая способность к грабежу и мои вот эти орды но не слушайте ну монголы что-то как-то это очень как-то супер круто выглядит просто так где город к которому относятся вот эти все я так понимаю что это вот этот Паталипутра да собственно собственно к ней мы и поскачем на наших тыгдымских конях видите тут дороги ведут я вот по дорогам хочу собственно следующим кодом я так понимаю что я город возьму да тут даже армию строить не надо да так я бы вот этот ког построил который может плавать где хочет да он получает урон если плавает в глубоких водах но он только урон а не полностью затапливается так что так давайте я вот здесь в очередь поставлю два кога так хочу сначала этот город захватить изи какие-то три защитника но я никакой защиты нифига нету ну автобицу поставлю минус Паталипутра так чувачок Сан Лоренцо надо брать да со своими юнитами так знаете как мы наверное сделаем так и вот так и минус слоник будет а так он никуда уйти не может как там у тебя желание воевать вообще очень очень резко снизилась почему-то так я это понимаю что я выполнил о я уже могу в следующую эпоху перейти фигася а как это 3 звезды 5 6 7 ну да в общем то да ну сейчас мы походим чтобы не было глюка как в прошлый раз ну я конечно весь этот континент хочу своим сделать что нам тут межеваться межеваться знаете военная архитектура потом кавалерия так ну выбираем теперь мы в эпоху раннего возрождения так понимаю так тут у нас датчай но я бы на развитие что нить поделал тут люди длинного дома ну вот джасон хотя зачем нам наука у нас как бы и так наука плюс 1 плюс 1 плюс 4 науки от озер но озер у нас особо нету от прибрежных вод савоны плюс 3 науки за находящиеся рядом ну там где вы добываете ресурсы и кабуксон кстати для плавания неплохой и может за этих за корею доиграть тут влияние у меня уже воевать не с кем как бы брать или за поляков но мне их способности в моем данной то есть в моем данном случае не особо влияние плюс 3 влияния в районах а просто плюс 3 влияния в районах мм какая-то прикольная штука атера дает то есть каждый район будет просто 3 плюс 3 влияния давать плюс 1 процент цивикпоинтов за каждую находящуюся рядом гонку ну кстати японцы ничего так венецианцы плюс 1 влияние за число торговых путей и район я бы вот на влияние чего не взял не знаю но они торговые еще за торговцев тут не играл правильно и гляз тем более давайте иницианцев просто интересно тем более тут еще и гляз блин он селитру требует еще открыть надо география география картография алгебра оптики астрономия мультик мультик это мультик как будто для кореи хотя кабуксоны видите корейцев как раз показывают хотя я вроде взял венецию да способность торговца в дополнение в дополнение к повышенной производству денег и вы также к следующей способности получили доступ любой ресурс который вы покупаете в империю а вы можете продавать третьей империи как будто он ваш собственный ага то есть мы можем продавать ресурсы третьим империям а когда кто-то покупает у вас ресурсы вы получите в полтора раза больше их стоимости кроме того ваша империя становится очень интересным ну для многих она приоритетным союзником становится и у нее сниженный шанс быть атакованной круто круто так новая эра четвертая последняя к сожалению здесь так ну тут типа деньги надо вот что-то вряд ли у меня получится скорее всего игра закончится через 42 хода чудо достроили ну что сейчас влиять плюс 25 дает нет нет а почему написано же что какая способность просто 22 стабильности что-то я ошибся что ли вроде же было написано что дает плюс 25 к желанию войны так поехали сан лоренцо захватим вот тут кто-то стоит а нет это осада это район сан лоренцо да я сразу захвачу так и вот тут какой-то город еще не вот эти орды монгольские орды это трындец это просто нелегальная какая-то штука я не знаю о тут уже селитра есть даже какие посмотреть только там ли если что звезду получил уже а за количество территорий ну вот мне предлагают кто-то со мной торгует но я даже не могу посмотреть как бы и поэтому может где-то будет в другом месте экран так я так понимаю что да все территории мы уже захватили мне осталось эти юниты поубивать оставшиеся оставшиеся и весь континент будет моим не знаю куда он отступает и зачем главное главное и и и и и и это чё мавзолей в гелико кстати мы тут еще по-моему храм артемиды захватили плюс 1 плюс одно производство от всех тайлов я так понимаю с производством так у нас по влиянию стопроцентная 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 венеция вот тут кстати на нижние почему-то влияют и другие некоторые империи так что у нас получается что я больше эм коммунист больше замкнут на себе у меня советский союз тут получился традиция ну и между религией и наукой посерединке какой-то советский союз реально получается у меня тут цивики так что рабы дают не мне кажется все эти цивики мне пока не нужны о какое-то чудо строим тадай дзи или я не могу в этом участвовать пока типа пока а как нам к селитре быстрее добраться ну собственно на алхимия плюс 10 процентов науки ну давайте все-таки блин непривычно знаете не так как в циве тут просто вот ты выбираешь очередности ну это как конечно во всех играх амплитюдов так народа прибывает и опять что-то построил давайте на деньги теперь делать раз мы венецианцы ну фигово что в этом городе нету выхода ну порт невозможно построить ну вот три денег от главной плазы это построим так в хатусе чудо сделано какие руины то вот наверное это в этих озерах был бы плюс к науке у корейцев ладно какие тут районы в этом городе на еду так себе на производство плюс 20 тут кстати на науку очевидно будет неплохой нет тут плюс 5 слушайте ну плюс 20 тут короче горы именно к производству дают неплохую науку в осюкане так здесь на еду какие-то города имеют свои пределы и теперь тут 10 жителей максимум в реке ну тут у нас есть порт да есть давайте этот портовую сколько у меня в столице например предел 33 да тут я думаю а тут слушайте а тут жителей больше чем предел и что это как-то на что-то влияет интересно так тут ресурсы кстати в этом городе дайте я гляну так тоже 0 ладно здесь тоже производственные очевидно будет офигительных хотя нет а ну тут 12 да ну вот тут там 17 совет давайте тут тут наверное на еду плюс 17 так а что у нас там в Венеции за способности вот этот район плюс 4 влияния плюс 4 влияния за каждый соседний рыночный этому блин а я там коги зря строю мне надо строить о я первый нашел вот это чудо а каким образом хочется спросить почему я его встретил почему первым это видимо вместе с майя мне так кажется так свобода свобода голоса или пропаганда наверно пропаганда наверно пропаганду за все на столицу конечно а это на все города блин у меня уже много больших городов давайте ближе к этому плюс 20 процентов очков цивиков будет накапливаться а это в империи ну мне не страшны революции я помню там такое хорошее стабильность 91 процент что ничего не боимся а сирийцы стали римом прикиньте боже их надо завалить где этот юнит одинокий вот он блин а эти откуда тут взялись блин у меня тут вот есть ребятки которые куролесят надо разобраться так блин как мне этих всех ребят завалить а я время сюда не могу молодец зашел на на возвышенности отсюда атаковать никого не могу здесь они так будут бегать постоянно как мне их побери я понимаю вот это ну я как бы нашел способ но это каждый этот юнит окружать вообще не интересно ну потерял там юнит и ладно бывает нет не отступают они нормально так ну то я думаю мне одного этого хватит разобраться да тут он стал отступать так тут я хочу кабуксоны построить ой кабуксоны какие драма как их а их открыть надо тогда правильно что коги строю так где эти драмоны что по моему да каравелла а нет они вообще они еще и селитру будут вот тут наверное где то они галиасы караки блин а где драмоны то мэн олбор фиг знает ну пока они недоступны конечно может сказать что так надо селитру типа открыть но даже когда нету селитры ну грубо говоря если у вас нету этого ресурса но он бы мог строиться то был бы он такой знаете спрятанный как бы так ну я хочу кругосветку и для этого мне в какую сторону надо вообще плыть тут у нас как бы открыто я наверно вот туда поплыву тут по низу понизу блин ать почему компьютер так прокладывает тут же он сейчас будет получать ладно и надо за этим следить просто в дальнейшем что в хатусе построим давайте амбар ммм ресурсы стабильность тут вообще увеличивается фестиваль и 19 производства зашибись о у нас тут есть торговый райончик рядом с портом так лошади тут есть они добыл и они даже добываются тогда амбар пазби хлев хлев наверное барн хлев лучше назвать ну и два торговых района тут у нас нет а вот тут нет пока не понятно а у нас кстати администраторы не распределены между прочим три есть и четыре города аварис точно не хочу там фигня полная вот в эти давайте без администраторов но еще что тут еще восклицательный знак от меня хочет а у нас о собор василия блаженного конечно же просто он мне не нужен но чисто для того чтобы построить собор василия блаженного дайте я его сразу бахну куда интересно пойдем уже рядом с пирамидами где нибудь а вот сюда давайте вот сюда давайте выделить город и абсорб 4000 стоками культуры пока нет но это надо да да блин и эти не могут теперь догнать его но это это бред какой-то победили победили да да ну то что он тут юнитами ну это понятно что тут юниты как бы аванпосты основывают которые городами являются то есть пока ты не убьешь последнего юнита никуда эта культура не денется это как раз понятно так так начинаем работать над собором василия блаженного он же не может ни города отбить обратно а вообще какая-нибудь территория есть где он может поселиться вот тут наверно да так а я второй кок что ли не достроил давайте давайте достроим я хочу его достроить так так какие нас еще ресурсы не ну это я пока не могу обрабатывать надо те схемов открыть а вот там шафран у меня был ээээ схемы в сердце то есть последователи религии империи продолжают расти но внутри храмов и святых места растает напряженность К сожалению, расцветающие интерпретации религиозных догматов приводят к расколам А, ну короче, это мы цивик Религиозная толерантность, вот это я бы выбрал Ересь Плюс 5 веры на территориях под религиозным влиянием Или плюс 5 влия... Ну, я бы это взял, чтобы плюс 5 влияния было А, блин, у меня цивиков опять нету Как вообще у нас тут с влиянием религии? Я уже... Ну так как эти проигрывают просто войну, естественно, национальная религия больше распространяется, больше влияет Само собой Все, я тут походил, да е-мое Вот это очень мне не нравится, эта система Он отступил, но у меня все юниты походили Считается, ну что это такое? Ну я к этому юниту вот этим сбегаю Ну, правда, он тоже отступать будет, это сириец, блин, долбанный Жалко, конечно, что ассирия не поставил никакие игры Потому что вчетвером на этом континенте было бы интереснее Несомненно Так, сколько у нас тут строят? 10 ходов на это я тут ког дострою Кстати, я бы эти города, например, хатусы тоже То есть я бы делал какой-нибудь один мега город Так, ког построен, поплыли сюда Давайте за этим посмотрим Он уже... нет, он еще не выплыл Пока урон не получает Да вы прикалываетесь А это сейчас сюда отступит, да? И так вот мы будем за двумя юнитами бегать Нет, убил этого, слава богу Так, все, разобрался я тут с варварами Надо вот этих юнитов поймать Так, шесть ходов до храма средства Василия Блаженного Что-нибудь там, может, еще потом опять шесть тысяч денег В общем-то Давайте все у всех купим Так, у майя больше ничего нет И тут у нас по максимуму Дальше у нас кто? Норсмены А, почему-то вот это я не могу Интересно, почему я это не могу предлагать Норсманам При том, что они вас... Они сюзерены Я думал, может, из-за того, что вассалы Нет А чтоб другие не торговали Просто пока не знаю, куда деньги девать Все, уже не хватает на это денег Так Ой, тут можно вот поделиться картами Ну-ка Нет Отказался парень Жаль Жаль Пять ходов Так И присоединить Пять тысяч Что-то увеличилось Количество Необходимой культуры Просочился кто-то В тыл Так Отсюда он, по-моему, не сможет смотаться Отлично За что? Милитаристская получили Милитаристскую звезду Ну, типа я могу заставить сдаться Только нафига мне это? А почему я не могу Канцел нажать Я могу просто Эскейп нажать И не принимать это ничего Ересь или наука Это по научному прогрессу Все-таки пойдем Да, да, и у нас появилась очко цивиков Я хотел вот тут К толерантности Как у нас вообще пока развитие? Ну вот я бы сюда К большему количеству городов А тут, естественно, к науке Там Коммунизм И прочее Я бы оставил Блин, open-minded Конечно тут А, слушайте, тут стабильность Нафига? Ну, тут как-то пофигу Мне просто хочется влияния больше Или, может Больше веры А, давайте больше веры Смотрим Ну, тут уже все под моим влиянием Видите? Довольно Довольно быстро И я уже начинаю влиять Вон на У-у-у Слушайте, интересно А почему Вот эти территории Под моим влиянием С этой стороны причем? Не, у них, мне кажется Что-то явно С культурой И верой Пока Не оттыщено Кавалерию открыли Коттеджи открыли Иногда города Нуждаются Чтобы расшириться За коттеджи Значит В гора Каждый коттедж Я так понимаю Дает, видите Дополнительные слоты Но минус 5 стабильности Почему-то Охренел Майя А, это Майя Стали Кхмерами Кстати Требует Чтобы я Подождите Джоу Шаманизм Это наш Я Пожди Я требую Это я требую Чтобы она Она не соглашается Окей А, нет Приняла Я так понимаю Ар В смысле Блин Можно мне Окошко это Закрыть Я там Куда-то Юнит Делся Ладно Потом Там можно Будет Перейти И этого Можно Потребовать И франков Ну то есть Убрать Эти Мои Требования Типа Чтобы она Не влияла Не влияла Никак Так Так Давайте Смотреть Ну это Понятно Кавалерия Открыта Требования Сдачи Мне Нафиг Не надо Вот это Я не понял А Он Может Ну Я хочу Посмотреть Сколько он Будет Урона Получать Потому что Тут написано Что он Не теряется Он Получает Урон Находясь Какое-то количество В открытом море Я не знаю Почему компьютер Так повел Но я хочу Посмотреть Сколько Это будет И как Это будет Да Отлично Отлично Все Этих Юнитов Больше Нет Я так Понимаю Большой Ивент Но я так Понимаю Так Вот Я требовал Чтобы Они В мою В мою Веру Перешли Кстати А как Посмотреть Какая У них Вера Архетип Сила Толерантная Тоже Не совсем Я понимаю Так А где у нас Какие юниты Вот это что ли Остался У Коричневого И вот это Мне интересно Зеленые Это какие-то Видимо Будут Потом Парки Национальные Так Ну что Должен будет Отступать Очевидно Два хода До Собора Василия Блаженного Опять Можно Требовать Странно Я же Уже Требовал Кто Ты Принял Прикол Ну то есть Я так понимаю Что моя Религия Тут Давайте Глянем 73 Последователя Я наверное Смог Подребовать Потому что Здесь Была Моя Религия И здесь Была Моя Религия Поэтому Я с Них Чисто Достаточно Чтобы Один Какой-то Регион Наверное В Религии Ну и Долго Ты будешь От меня Бегать Принцесса Римская Победа И все И все равно Он Не Уничтожил Да Вы Прикалываетесь Где Это Сирийц Долбанный Прячется Так Так Ну С Этими Ух ты 90 науки Дали А это Все-таки Наверное Выхлоп Этих Руинок Зависит От Эпохи А не От Того Где Ты Их Найдешь Тогда Понятно Здесь я Тут Постою Так Я хотел Посмотреть Какой урон Нифига Себе Не Это Что-то Слишком Много Сразу То есть Пол ХП Просто Минус Ну Это Конечно Лучше Чем Просто Сразу Умираешь Но Пол ХП Так Там С кем-то Еще Не До Торговал С Этими Все Торгую С Этими Благовония Мрамор Благовония Еще Подумаю Так С Вавилоном Вавилон Как Был Вавилон Так И Остался Прикиньте Давайте Я Он Откажется Походу Поделиться Картами Нуждается Написано А Почему Сим Благовониям Не Могу Торговать Странно Ну Ладно Блин Чего Мне Те Благовония Я По-моему Всем Чем Надо Торгую Так Давайте На всякий Случай Проверю Что Тут Никого Нету Как-то Не Видно Видите Нам Территория Не Полностью Показывается Кстати А Чтобы Полностью Показывалось Наверно Башни Строить Так Следующим Ходом У нас Собор Василия Блаженного Да Как мне этих Ассирийцев И Маурьев Добить Так Ну ассирийцев Я просто Еще Одну Армию А Слушай Так Мы Этого Убили Да То есть Тут Где-то Еще Юниты Должны Быть Которых Мы Не Видим Просто И Новое Чудо Просто Чтоб Был Так Можем Забить Еще Одно Блин Блин Мы Что Он же Прошлым Годом Согласился Ну-ка Глянем Как он Выглядит Красопед Так Какие мы тут Чудеса Можем Мачу Пикчу Плюс Два У меня Стабильности Просто Завались Я бы Сказал Денег Топ Копы Плюс 100 Продукции Любого И Плюс 5% Топ Копы Интересно Кстати Все Остальное Уже Забито Другими Цивилизациями Плюс 50% Денег Нафиг Надо Ну и Стабильность А хотя 50% Распределяет 50% Еды Из этого Города В другие Это конечно Интересно Но это я не знаю Из какого Города Мне А Давайте я пока не буду Забивать это чудо Я хочу Вот этот город Присоединить 5400 Я никогда не присоединию Он каждый раз Увеличивает Необходимое Количество Культуры Вот еще Юнит Ну тут Короче Уничтожить Другую Империю Сложновато Я так понимаю Да блин Смотался Тварина Вон еще Чувачок Я просто хочу Их уничтожить Персов Римлян Чисто Просто Из принципа Потому что Они всю игру Просидели Юнитами Такой прикол Так Четыре влияния Четыре влияния Слушайте Тут Я бы Тут Сначала Торговый район Построил Хотя Нафига Торговые районы С моим С моим Количеством денег Хемлет То есть Это как район Работает Да И он Добавляет Все ресурсы Вокруг Ну кстати Ничего Такая Идея Тем более Что у вас Везде Тут Куча Стабильности О То есть Он Добавляет Все ресурсы Но он Как бы Не район То есть Ладно Тут Тут Конечно Очень Много Надо будет Придумывать Всяких Возможностей В Humankind А он Кстати К какому Отделу Относится А вот Вот это Watchtower Это в городе Чисто строится Да 16 15 3 11 23 Ну давайте Здесь Тоже Watchtower Хочу Вообще В каждом Городе Бы Поставил То есть Это какие-то Крутые Хемлеты Они как бы Для всего Еще добавляют Слоты И причем В этом городе Я даже могу И тут строить В тундре Так Сначала Башню У меня Жду Производство Столько Куча Во всех Городах Не Подождите Я бы Тут Тоже Хотел Вот Если Я Хатусы Хочу Абсом Блин 6 тысяч 5 тысяч Да Это как-то Дофига Это Как-то Дофига Просто Чтобы больше Видеть Кто тут Вокруг Городов Шатается Причем Они даже Видите Их можно В любом месте Строить Они не Не должны Ни с чем Соседствовать Нет каких Районов О Новое Верование Могу добавить Второго Уровня Ну-ка Плюс Одно Влияние За каждую Государственную За количество Последователей Государственной Религии Плюс Пять Веры И плюс Один Как-то Священный Местаж Можно Построить Я так Понимаю Отменить Роскошь Плюс Одно Производство За Каждого Последователя Блин Ну-ка Короче Тут По Одному Ой Повисло Что-ли Кажется Игра Повисла Каждый Вот этот Ресурс Дает Что-то Вот Количество Последователей Ну Мне Интереснее Взять На Влияние Попробуем То есть Я так понимаю Что тут Религия Вот Первый Второй Третий Еще То есть Четыре Раза Можно Что-то Принять А Прокачивается Это В зависимости От Количества Количества Последователей Религии То есть Чем больше Последователей Религии Тем Быстрее Что-либо Будет Прокачено Давайте Глянем Слушай Блин Жалко Я не посмотрел До принятия Сколько Было Культуры Давайте Глянем Как Оно Тут Последний Островок Альмекско Маурьевской Культуры Остался Мы уже Сюда Влияем Тут Офигительно Влияем Влияние Нашей Цивилизации Распространяется Во все Концы Планеты Все Еще Не Работает Ну Из-за Лошадей Я думаю Нету Смысла Покупать Так Тут Все Куплено Нет Не Хочет Меняться Картами Я Кстати Почитал Что там Разработчики Пишут По поводу Торговли Ресурсами То есть В плане Чтобы У меня Что-то Покупали И они Там Написали Что Компьютер Сам Решает Что Покупать В зависимости От его Нужд То есть Все-таки Ко мне Должны Как-то Обратиться Чтобы Купить Ага Вот Это Чудо Ну Давайте Лавенту Стоп Почему Она А Потому Что Я До сих Пор Не Уничтожил Этого Нет Победил И Все Еще Блин Где Эти Осирийцы Ходят Я Просто Я Просто Фигею Так А Этот У нас Вот Здесь Не Можешь Они Плавать Где-то Не Могут Плавать Да На этом Континенте Конечно Я Доминирую Блин Отступил Бегать Тут Должен Что Ли По Побережью Поплыву Что Не Дай Бог Сказ С корабликом Ничего Не Случилось Новый Цивик Но А Есть Очко Цивиков Ну Ка Что Мы Можем Принять Рабы Вот Неверующие Инквизиция И Бриджи Бриджи Начать Начать То есть Вот Это Верование Это Культура Я Так Понимаю Это Правительство Это Законодательство Это Видимо Труд Это Война А Это Экономика Не 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 Понимаю Пока Как Эти Цивики Открываются То есть Не в плане Очки Цивиков Да А Вот Именно Вот эти Штуки Откуда Они Берутся Ух Та Фига Тут Смотрите Почти Равная Давайте Побьемся Даже Мне Интересно Жалко Что Вот эти У нас Против Кавалерия Там Явно Не Кавалерия От Упщики Ты Эти Пейзания Было А так Равно Было Написано На самом деле Мы Укатали А Блин Тут Несколько Яночка Не Укатали Еще Укатали А что Мы тут Построили Эти Баш Я хочу Везде Баш А Как раз Наверное Ее и Построили Дом Вот тут нету ванпоста, да? Вот здесь нету и вот здесь нету. Реально, да, ванпост будет поставить. Так, все еще не можем этот город поглотить, да? Да, 6199. Не, ну не устаю повторять, что монгольский юнит это какой-то чит. Апотекари плюс 1 стабильность за каждого ученого и вот это. Мастерская алхимиков плюс 10% науки. Мастерская алхимия. Мне кажется, я тут все равно всю, смотрите, перебрасывает к началу технологического дерева, когда я тут вот... Ты промотаешься, нет? А, блин, я же могу вот так делать. Конец заканчивает, сразу к началу перемотка. Мастерская алхимия. Так, ладно. Что у нас тут? Гильдии. Меньше тратится денег на покупку ресурса. Деревья можно сажать. О, саботер. Только что, типа, давайте вот эти гильзы откроем. Посмотрим, что за саботер. Мастерская алхимия. И эти еще живы. Требуется 597, а у меня 157, то есть пока я его не уничтожу каким-то образом. То есть где-то там... Вот обидно, что не вся территория видна. Так, где тут? Ассирия. Нельзя каким я макаром зеленых уничтожил. Этих тараканов я никак догнать не могу. Этих тараканов. Территории. Еще 4 юнита до второй звезды. Блин, одна звезда 46 тысяч денег. Офиг, охренеть. Ну, хотя у меня тут 600 вход уже вполне реально. Так. Я хочу здесь аванпост где-то поставить. Ну, тут, наверное, рядом с горой. Так, здесь аванпост. Давайте к Хатусе еще вот это присоединим. И будем еще постепенно... Я бы вот этот город поглотил Хатусой. А Омем... То есть, Оюм я еще бы оставил, наверное. А у этих ребят, кстати, было всего 3 города. Ну, я бы лавентой. Ну, я вообще с этими городами пока не могу ничего сделать, пока я с ним воюю. Ну, тут, кстати, тут тоже им что-то надо придумать, потому что очевидно, что коричневого уже нету и он тупо ничего поделать не может. Так, давайте тут поставим... Где? Еды как-то не особо много. Усё давайте, наверное, да. Еще два кофе, тем более. Так, в Хатусе... Так, в Хатусе... О! А у нас этот храм Артемида вообще работает, да? Коттеджик... Что-то торговый район у меня как-то не особо становится, поэтому еще один коттеджик. Ну, это мне нравится, что игра... Ну, тут застрелиться можно было бы находить нормальную клетку. Так, одиннадцать двадцать три два. По-моему, неплохо. Ну, все-таки десять процентов это покруче будет, чем плюс девять науки. Десять процентов это двадцать две науки. Хочу на культуру упор сделать. Да, я надеялся, что я за одну серию уже закончу прохождение, но оказалось очень долго там все-таки это все делать. Так что окончание уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.